всем добрый день дорогие друзья у нас новый день новый влог хотела показать смотрите у меня муж с крыши на гараже скидывает снег там снега очень много медикой слой он уже больше часть скину еще немного ему осталось скинуть вот потихоньку скидывает на улицу у нас морозы видите нос греет даже у нас на улице мороз 40 50 градусов блин морозы такие стоят что просто ужас слава богу мне машинку стиральную муж не починил я рада да правда ведра им приходится выносить за то она у меня работает теперь поделаешь ладно я сижу монтирует для вас первую часть видео и вы вы наверное ее уже увидели ну я продолжаю заниматься дальше своими делами как ребята манты мои готовы я сейчас выключаю пароварку цвета пока посуду будет складывать я хочу вот эти манты найти че сделать переложить вот в этот контейнер и маслом сливочным смазать и накрыть чтоб маслом пропитались ну а так вот в целом вот такие вот они у меня получились манты на вкус нормальная но тесто само как будто найти сырое хотя я 60 минут делала варилась она у меня в пароварке дети сказали лучше когда сваришь как пельмени так вкуснее будет но так то в целом неплохо но в следующий раз лучше буду варить потому что так вот все равно и они у меня все прилипли к пароварке я не знаю почему но они у меня прилипли причем очень сильно прилипли круче испытали но на вкус ничего дорогие друзья у нас уже вечера я хотела найти на кой вопрос ответить вот мне пи написали сегодня в комментариях то что а как относится учителя к тому что твои дети уже две недели не ходят школу ребят ни одной у меня дети не хочет уколу многие не ходят потому что морозы 50 градусов но они же делают дома уроки и это нормально вот смотрите по правилам школы до 27 градусов сходят с 1 по 4 класс до 28 градусов 5 по 11 класс поэтому нормально больше 30 градусов я имею право не отправлять школу но мы обязаны делать уроки отправлять учителя по идее мы все это выполняли почему учителя должны быть против того что или как-то возмущены быть против того что дети из-за мороза сегодня вообще общешкольное дистанционное было образование потому что мороз дальше продолжается на улице и из-за этого в школу приходят только те которые рядом со школы живут поэтому вот так вот по идее это не моя же вина то что дети в школу не ходят а из-за морозов и тем более наш район здесь автобусы плохо ходят потому что пешком идти это часа 4 они убьют пешком летом то можно быстро за час дойти до дома зимой то холодно в такой мороз ходить не да тем более дети вы чё представляете с города мы на автобусе едем по полчаса а если пешком идти не 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 такой мороз 30 градусов вы что ни в коем случае мы сейчас ходили с мужем магазин взяли немножко рыба соленая потом масло сливочное я взяла который у меня закончится но я вам потом все это завтра в покупках покажу и расскажу что и как я взяла у нас уже вечер дети слава богу с оксана мы еще последние уроки доделали порфели приготовили завтра если не будет сильного мороза значит они в школу пойдут если больше 27 градусов опять будет значит они у меня опять будет сидеть дома и это не мои прихоти вот я захотела не отправила просто ребята у нас сильный мороз мне кажется должны вы понимаете вот вы сначала пишите да в комментариях как-то вот в одном видео я сказал что 25 градусов дети пошли в школу мне такие комментарии писали да вы что за мамаша вы детей с такой мороз отправили в школу вы что сдурели а сейчас я из замородов за где больше 30 градусов оставляя детей дома и вы мне опять то же самое пишите что я за мамаша детей оставляет дома какая я нехорошая но вот такая вот ребят и на эти я не враг здоровью чтобы детей в такой мороз отправлять школу нет пусть дома сидят учиться наверстает ничего страшного тему они и дома изучают нам присылают в группе видео файлы где они могут посмотреть темы как оглавляется все вот это рассказывают как и что делать поэтому нормально где-то что-то они не понимают они могут спросить также у нас или написать учитель что-то и учитель может объяснить и поэтому ничего страшного надеюсь я на ваш вопрос ответила не судите строго но больше 30 градусов детей я явно не буду отправлять школу и подуйте уже теплым ветром к вам а мы тут замерзаем совсем так хочется найти тепла уже эти морозы вообще прям ужас но мы надеемся что у нас скоро будет потепление и будет тогда все хорошо всем спасибо за внимание всем добрый день дорогие друзья у нас новый день новый влог на улице 32 градуса холодно мы ничего более менее терпима я пошла магазин за хлебом и за молоком у меня сегодня дети опять остались дома потому что в такой мороз я детей своих отправлять не собираюсь уроки учат фотографии отправляют своих уроков славьте господи вообще на улице мороз это чё ж такое-то когда же эти морозы то уже закончится знаете уже прямо устали от этих морозов сегодня еще одна знакома позвонила говорит нас не знаешь что делать у меня говорят вода замерзла я края-то откуда знаю что делать да тайсон ладно идем в магазин а то у у меня рука замерзла так дорогие мои друзья бегу на автобус поеду в город на дома сахар закончился да надо кое-что прикупить помаленьку ой господи короче как то так ладно бежим на автобус то время уже 25 минут приехала я домой жду когда мне игорка дверь откроет на улице температура повысилась вроде бы ладно иду домой мне ребенок помогает в покупке выкладывать это опять эти я взяла уже другие подвинь туда пакет пожалуйста выкладывай дальше я пока буду говорить что я купила ребят так как я ездила одна мне тяжело было тащить поэтому брала немного кетчуп села шашлычный туалетную бумагу я три брала там еще должен быть один рулон 3 туалетной бумаги взяла взяла девчонкам резиночки у нас резинки это постоянные проблемы по 5 рублей разных резиночек набрала целую кучу до спагетти взяла это у детей любимое блюда спагетти дальше бутылку масла взяла за 80 с чем-то рублей так дальше сахар 3 пачки взяла что-то я не посмотрела почем он был сахар то там ценника не было потом дальше 2 курочки взяла весом не знаю точно каким но около пяти килограмм а вот так по 45 рублей сахар масло по 82 макароны по 18 короче на 981 рубль закупилась дальше что купила вот эти вот хлебцы карамельные деткам еще одну упаковочку взяла влажные салфетки да 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 потом у нас здесь мой влажные салфетки обычные салфетки бумажные потом у нас здесь магазин зашла взяла печеньки творожные кто там пришел папа пришел потом орешки последние забрала и вот такие вот слоеные печеньки вот такие вот в целом все покупки в общей сложности вышло 1000 с копейками вот так вот закупилась короче говоря немножко так дорогие мои разделала курицу меня получилось два суповых набора на час я уже конечно бросила я буду суп варить тут у меня бедрышки часть от ножек все вот это здесь чисто филе будем 5 на пельмени копить филе а это кожицы и всякие крылышки кончики собаки ладно убираю в морозилку так здесь я поставила воду на супик тут видите крылышки части от бедрышек и воду поставила это чтобы голову помыть так почистил картошку с морковкой сейчас нашинкую натру и будем дальше готовить кушать не на супик сварить и хочу дети попросили еще ленивые голубцы приготовить вот будем делать так там варится суп здесь делается зажарка для супа и для ленивых голубцов сейчас все это закинем и буду стала жить в морковку ленивые голубцы хочу сделать деткам томатном соусе так что интересно если оставайтесь все тут поставила варить ленивые голубцы а здесь у меня варится а крышка падает рисовый супчик с курочкой ну как бульончик сделаем все пусть готовится потом покажу что получится а сейчас мы с оксаной сели делать урок и уроков задали много поэтому будем с ней делать пока у меня параллельно кушать доваривается там и на ужин мы я решила ей тут помочь немножко сроками по идее мы всегда так делаем надеюсь вам понравится строго сильно не судить и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, с Оксаной мы сделали письменные уроки Осталось ей устно Вот сейчас она окружающие читает А потом азбуку И все, завтра в школу Надеемся, что будет тепло и пойдут в школу, да, Оксана? А то скажи, каждый день уроки делаем, делаем, делаем Делаем и все без толку Ладно, все делает Так, суп у меня уже сварился Оленивые голубцы еще тушатся Да, вы же меня попросили ленивые голубцы сделать, Катя, поэтому я вам сделала Какие оленивые, Катя, это у тебя уже ленивые Мама сказала, оленивые голубцы В томатном соусе вкусненькие Всем, кто кушает, всем приятного аппетита Сейчас переверну их, чтобы они хорошенько Всегда переворачиваю почему-то их По идее, их не надо переворачивать Ну, вот я переворачиваю почему-то Так, все И пусть дальше тушатся Сейчас накрою, пусть дальше тушатся И приготовится бодрку снятина Все, вот такой вот, ребята, у нас сегодня был день Я сейчас развесила белье, еще остатки Сейчас, наверное, пойду монтировать уже влог У нас время уже час ночи Пора спать идти Всем желаю всего самого хорошего Всем говорю, пока-пока